Конгрессно-выставочный центр «Патриот» на несколько дней стал эпицентром серьезного военного мероприятия. Четвертая международная конференция по гуманитарному разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам собрала в Москве более 100 делегатов из 24 стран и 5 международных организаций. Нашу страну впервые на этом военном форуме представляли начальник инженерной службы подполковник Аркадий Карапетян и начальник учебного центра Министерства обороны майор Анри Борцец. Дело в том, что технически всегда идет прогресс. И естественно, что сегодня есть, завтра может быть уже устаревшим. И что-то может новое появиться. И естественно, для того, чтобы это знать, обязательно должны быть такие конференции. Чувствовалось дружественное отношение стран и для республики Абхазия, мне кажется, и для Министерства обороны. Это очень важно выстраивать, вот такие вот дружественные отношения. Мы хотим огромную благодарность выразить министру обороны республики Абхазии, генерал-полкованику Анну Вадиму Ивановичу, за такое мероприятие. И дальше, конечно, мы, прибыв сюда, будем передавать молодому поколению это непосредственно. И мы занимаемся производниками. Также в училище мы преподаем. Будем это однозначно применять. Первый день конференции был, скажем так, больше ознакомительным. Коллеги по военному делу обсудили актуальные вопросы разминирования и противодействия применению самодельных взрывных устройств. В рамках заседаний круглых столов они делились теоретическим опытом обезвреживания взрывоопасных предметов. Главная задача – максимально снизить угрозы для мирного населения и повышение профессионализма и безопасности в выполнении задач саперами. Мы слушали доклады Пакистана, Камбоджи, той же Бразилии. Очень большие проблемы в государствах других стран. Это терроризм, который присутствует в том же Судане, в том же Египте. И вот они, то, что мирное население очень сильно страдает от этого. Приводили примеры, что порядка 9 лет 65 тысяч жертв среди мирного населения. Огромное количество людей страдает от неразорвавшихся этих самодельных взрывчатых устройств. Программа второго дня конференции оказалась самой насыщенной. Ведь у военных была возможность увидеть воочию самую новейшую специализированную технику. Например, роботизированный комплекс «Уран-6», под 5-тонным весом которого снаряды, не причиняя вреда технике, взрываются. Машиной управляет оператор, находящийся на километровом безопасном расстоянии. Военным также показали и другие образцы специальной техники и оборудования. Наибольшему вниманию и интересу подвергся беспилотник, который способен с воздуха обнаруживать мины. Конечно, в военной области Российская Федерация очень сильно вперед шагнула. И нам это вживую продемонстрируют, как на динамическом показе показали, так и на полигоне Алабина. Это вот такая новейшая, они сами как бы только его прорабатывают. И вся вот эта техника «Уран-6», то, что я говорю, роботы, они все применялись в Сирии. В Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе. А также там были другие минноискатели современные. То есть вся техника, которая была предоставлена, аналогов этих средств вооружения и инженерной техники нет нигде. Тема разминирования для Абхазии все еще актуальна. Понятно, что за прошедшие после войны годы серьезная работа в этом направлении велась. Но говорить о полном разминировании всей территории пока не приходится. Как только война закончилась, значит, уже пошло разминирование. Это разминирование проводилось силами инженерно-саперной роты. Впоследствии эта инженерно-саперная рота стала батальоном, силами батальонов. А в 1997 году, уже с 14 октября, появилась организация «Хо-Траст», которая тоже занималась, ну, гуманитарным разминированием. Почти 14 тысяч мин, это и противопехотных, противотанковых мин. В Абхазии это уже вытащены. То есть их нет. И где-то более 100 тысяч, а сейчас точно не могу сказать. Это и авиабомбы, и маленькие снарядики, но которые обезвреживались. Данная конференция по признанию абхазских военных имеет огромное практическое значение как для всего человечества, так и для отношений между странами-участницами. Ведь во многих государствах минные поля все еще остаются настоящей проблемой. Россия продемонстрировала то, что практически военнослужащий не разминирует. То есть он снимается либо роботом, либо специально такими, как называется, кошками, и накладными зарядами уничтожаются эти взрывчатые вещества. Это очень важно для сапера, для инженера. Это очень важно. Эта человеческая жизнь, она бесценна. Два дня пролетели незаметно. Представителям Министерства обороны Абхазии удалось наладить тесный контакт и общение с бразильскими, индийскими и сирийскими коллегами. Военные уверены, результатом обмена, имеющимся национальным опытом разминирования, станут десятки и сотни спасенных жизней.